Урок правды. Признаки актуальности урока для вас. Вы артистичный, обаятельный человек. Вы любите быть в центре внимания, умеете произвести впечатление, нравитесь людям. Вас привлекают профессии, где можно быть на виду. Артист, преподаватель, журналист, политик, экскурсовод, продавец. Вы любите и умеете делать комплименты. Легко произносите хорошие слова даже в адрес людей, к которым не так уж хорошо относитесь. Для вас очень важно то, какое впечатление вы производите. Вы готовы отказаться от каких-то своих собственных нужд и потребностей, только чтобы быть на высоте в глазах других. Ваша самооценка зависит от того, как вас оценивают другие. Вам очень важны знаки внимания и уважения со стороны других. Когда вы их не получаете, то чувствуете себя несчастным. Чтобы понравиться значимым для вас людям, а значимы для вас очень многие, иногда даже все, вы готовы приспосабливаться к их запросам, вести себя соответственно их ожиданиям, прятать те свои стороны, которые, как вам кажется, могут вызвать неодобрение. Чтобы произвести хорошее впечатление и заслужить одобрение, вы иногда даете обещания, которые, как выясняется позже, не можете выполнить. У вас не раз бывали ситуации, когда вы меняли свои решения в последний момент, отменяли назначенные встречи, переносили визиты, отказывались от поездок и так далее. У вас есть склонность к перфекционизму. Вы хотите все делать идеально, быть совершенством во всех отношениях. Вы часто критикуете себя за свои несовершенства и стараетесь делать все, чтобы окружающие не замечали ваших недостатков. Вам близок взгляд на жизнь, как на игру, но не как на тонкое искусство перевоплощения и не как на игру духа, а как на возможность менять внешние образы. Игра для вас – это искусство изображения, а не самовыражения. Из самых благих побуждений вы создаете некий внешний образ, подобающий обстановке и окружению, и не замечаете, что он далеко не всегда соответствует тому, что вы думаете и чувствуете на самом деле. Если вы будете честны с собой, то сможете заметить, что ваши слова часто не соответствуют делам. Вполне вероятно, что вы не хотите никого обманывать, но волей-неволей все же обманываете, так как говорите одно, а делаете другое. Люди, которых вы цените, считаете друзьями и близкими, часто отворачиваются от вас, и вы не понимаете, в чем тут дело. Стремление соответствовать имиджу для вас бывает сильнее, чем голос сердца. Вы подчас игнорируете собственные чувства, ведете себя вопреки тому, что подсказывает интуиция, и это приводит вас к нежелательным результатам. Задачи, которые необходимо решить в рамках урока правды. Принять себя вместе со всеми несовершенствами. Научиться быть собой. Восстановить целостность разрозненных частей своего существа. Скоординировать мысли, слова, чувства и действия. Сбалансировать самооценку. Научиться быть честным с самим собой. Взять на себя ответственность за то, что вы говорите и делаете. Люди, которых вы цените, отворачиваются от вас. Урок правды проходят люди, которые на протяжении многих воплощений учились приспосабливаться, чтобы выжить, в том числе обманывать и притворяться. Вы могли преуспевать в этом, быть успешными, любимыми, уважаемыми. Ловкость и хитрость могут быть даже привлекательными. Многие люди соглашаются на то, чтобы их обманывали и ими манипулировали. Особенно, если манипулятор обаятелен, артистичен и производит впечатление яркой личности. Те, кто проходит урок правды, это и есть такие обаятельные манипуляторы. Они далеко не всегда манипулируют осознанно, и далеко не все из них делают это в корыстных целях, желая, например, получить материальные блага за счет других. Хотя и такое не редкость. Очень часто ими движет просто желание нравиться, быть любимыми, популярными. Таким образом, они самоутверждаются и пытаются сбалансировать свою несбалансированную самооценку, не догадываясь, что выбрали для этого неверные средства. До поры до времени они могут быть довольны собой, ведь их игра имеет успех. Но рано или поздно они замечают, что у них что-то не ладится с дружбой, что-то не ладится с личными отношениями. Самые преданные и верные друзья вдруг отдаляются. Люди, привлеченные их обаянием и яркостью, как будто разочаровываются и отступают на задний план или вообще исчезают из их жизни. В чем дело? В том, что люди рано или поздно начинают чувствовать в вас ненадежность. Они могут не называть это так, но в любом случае ощущают, что общаться с вами это словно идти по какой-то ненадежной тропе, словно проложенной по болотной топе. Неверный шаг и можно потерять почву под ногами. Даже если вы никогда их не подводили, они чувствуют, что можете подвести. Почему у них складывается такое ощущение? Потому что у вас нет внутренней целостности, нет гармонии между чувствами, мыслями, словами и действиями. Ваши чувства посылают один сигнал во Вселенную, мысли другой, слова третий и действия четвертый. Все эти сигналы не сливаются в единую вибрацию, потому что порой противоречат друг другу. В итоге возникает дисгармония. Вместо гармоничной мелодии просто какофония звуков. На уровне энергетики это очень хорошо заметно, и люди чувствуют это на уровне ощущений. Они воспринимают этот сигнал как нечто, не заслуживающее доверия. Казус в том, что вы очень хотите, чтобы вам верили. Вы стараетесь заслужить доверие, для вас это важно во всех отношениях. Но подсознательно вы сообщаете всем и каждому, мне нельзя верить. Кто-то, ослепленный вашим обаянием, может этого не почувствовать, но тот, кто хорошо знает и любит вас, почувствует обязательно. Недоверие и разочарование в вас людей, причем именно тех, кого вы цените, чье мнение для вас важно, это и есть основная коллизия вашего урока. Урок правды, как и любой другой, начинается с появления катализаторов. Первые катализаторы – родители и воспитатели. Они тем или иным способом внушают вам идею о том, что таким, как есть, быть нельзя. Что для успеха надо притворяться, играть роль, казаться, а не быть. Возможно, в детстве было что-то постыдное, что вы постарались забыть, вытеснить связанную с этим часть себя и заменить другим внешним образом, своего рода маской, которую вы постарались слепить вместо своей истинной сути. В итоге вы стараетесь изо всех сил стать другим, стать совершенством и не замечаете, что обманываете и себя, и других. Урок правды обычно разворачивается в полную силу тогда, когда внутренняя дисгармония начинает становиться причиной саморазрушения. Уходят близкие, рушится здоровье, постоянно играть чужие роли – это напряжение, пагубное для организма. Начинают преследовать разного рода драмы и неудачи. Дисгармоничный сигнал, посылаемый во Вселенную, приносит хаос и дисгармонию в жизнь. Что делать? Восстановить внутреннюю гармонию, вернуться к правде и истине Бога, которые живут внутри вас. Научиться достигать своих целей прямым и честным путем. Вернуть честность по отношению к себе. Так можно будет восстановить доверие к вам других людей. Отработка урока правды включает три фазы. Первая фаза – возвращение к истине Бога. Вторая фаза – гармонизация самооценки. Третья фаза – восстановление единства чувств, мыслей, слов и действий. Если урок правды для вас второстепенный, то вы сможете полностью преодолеть недоверие людей. Если этот урок главный, то вы будете время от времени сталкиваться с недоверием, но ваша честность и открытость убедят людей, что вам можно доверять. Первая фаза – возвращение к истине Бога. Вы пришли на землю, чтобы транслировать истину Бога. Истина Бога звучит так. Все есть любовь. Каждый человек несет в себе божественное начало. Каждый несет в себе свет любви и истины. Если ты соединяешься с Богом внутри себя, ты соединяешься сам с собой. Тебе не нужно больше сомневаться, любим ты или нет. Тебе не нужно больше пытаться заслужить любовь. Ты уже любим, всегда был, есть и будешь любим. Ты любим по праву своего существования. Ты любим, потому что такова твоя природа – быть частью Бога и быть любимым Богом. Где ты ищешь Бога? В ком-то или в чем-то? Найди его в себе. Ты увидишь, что Бог никогда тебя не обманывает. Он не притворяется, что любит тебя. Он любит на самом деле. Бог никогда не отнимет у тебя свою любовь. Бог не разочаруется в тебе. Твои несовершенства для Бога ничего не значат. Ты совершенен в Его глазах. Несовершенства временны. Они нужны только для того, чтобы ты смог пройти нужные уроки и в итоге отточить свою силу, научиться транслировать свою истину, проявить свое совершенство во всем блеске. Тебе не нужно ничего бояться. Ты боишься, что другие люди увидят правду о тебе? Но если правда – это любовь Бога, которую ты несешь в своем сердце, тебе нечего бояться. Люди увидят эту прекрасную правду. Они увидят, что тебе нечего скрывать, потому что ты есть любовь и ничего кроме любви. Несовершенства, недостатки, что-то такое, чего ты стыдишься. Раствори все это в любви Бога. Открой все это Богу без боязни, и ты увидишь, в тебе нет ничего такого, что могло бы затмить или отменить твое совершенство. Не бойся быть несовершенным, и твое совершенство начнет проявлять себя сквозь несовершенство. Когда ты прячешь то, что считаешь несовершенным, ты прячешь и само свое совершенство. Тебе нечего стыдиться и нечего прятать. Для Бога ты прекрасен. Открой вибрацию любви в своем сердце, и тебе не нужно будет прятаться, не нужно будет притворяться. Ты любим, это истина. Открой ее всему миру. Вторая фаза. Гармонизация самооценки. Вам кто-то внушил, что для успеха нужно быть кем-то другим, не самим собой? Это неправда. Если вы строили жизнь на этой неправде, то сейчас, взглянув на свою жизнь, скажите себе честно, вам нравится результат? Это именно то, ради чего вы старались? Это то, к чему вы хотели прийти? Да, у вас множество достижений. Есть с чем гордиться. Но можете ли вы, не погрешив против истины, сказать, да, я счастлив, ведь о большем нельзя и мечтать? В глубине души вы наверняка чувствуете, что достойны большего и лучшего, что даже при внешнем благополучии что-то все же не так. Что не так? То, что вы по-прежнему не уверены в себе. Вы, возможно, научились это скрывать, но разве можно обмануть себя? Вы можете внушать себе, что вы сильны и уверены, но во вселенную от вас по-прежнему идет неуверенный, негармоничный, размытый сигнал. Это вносит в вашу жизнь сумятицу, это рушит ваши планы, это заставляет других людей видеть в вас нечто размытое и ненадежное, как бы вы не пытались играть совсем другую роль. Пора вернуться к правде, к той единственной вашей собственной правде, которая гласит, вы любимы, вы прекрасны таким, какой вы есть. Вселенной вы нужны такими, какие вы есть, а они такими, какими хотели бы казаться. Кажущиеся непрочно и недостоверно. Кажущиеся никогда не станет настоящим. В кажущемся нет опоры. Найдите опору в себе настоящим. Осознайте свою ценность. Осознайте, что вы достойны любви. И что очень важно, перестаньте относиться всерьез к своим несовершенствам и недостаткам. Все души, приходя на землю, надевают на себя костюмы несовершенства. И нет необходимости это скрывать или этого стыдиться. Вы не хуже и не лучше других. Попытки казаться не таким, какой вы есть, лишь искажают вашу прекрасную суть. Примите себя без обиняков. Примите себя как бесценное божественное проявление. И вам не нужно будет ставить себя оценки. И вам не нужно будет уходить в плюс или в минус. Вы будете держаться божественной гармонией в оценке и восприятии самого себя. Единственная возможная оценка – вы бесценны, как и каждый человек. Примите это знание, оно освобождает. Вам не нужны маски, потому что ваше лицо прекрасно без масок. Вам не нужно выходить из себя, чтобы проявить свои достоинства. Лучше всего они видны тогда, когда вы не стараетесь их проявить, а просто живете в согласии с собой и с Богом, который внутри вас. Третья фаза – восстановление единства чувств, мыслей, слов и действий. Вы рождены, чтобы быть продолжением Бога на земле. Вы рождены, чтобы быть чистым каналом для потоков любви. Вы рождены, чтобы транслировать в мир чистый, незамутненный сигнал божественной любви. Для этого вам даны такие прекрасные инструменты, как намерение, мысли, чувства, слова, действия. Все они призваны работать слаженно в единстве. Когда ваше намерение не соответствует вашим словам, а словам, мыслям, чувствам и поступкам, вы превращаетесь в источник дисгармонии. Это не идет во благо никому, и прежде всего вам. Вы становитесь неубедительны ни для себя, ни для других. В вас появляется нечто такое, что способно насторожить и даже оттолкнуть. У большинства людей есть чуткий радар, который улавливает эту неубедительность. У вас он тоже есть. Но программа, соответствующая вашему уроку, может действовать таким образом, что вы замечаете эту неубедительность в других, но не замечаете в себе. Начните замечать это. Когда вы что-то говорите, попробуйте проследить, что вы при этом чувствуете. Верите ли тому, что говорите? Не противоречат ли ваши чувства словам? Также проследите связь слов и поступков. Вы всегда делаете то, что обещаете? Вы всегда ведете себя в соответствии со словами? Если вы говорите человеку «Я тебя люблю», говорит ли о том же ваше поведение, ваши движения, жесты, позы, ваши поступки по отношению к этому человеку? Если вы способны заметить противоречие, можете поздравить себя с этим. Это значит, программа, которая делает вас незрячим в отношении себя самого, уже немного пошатнулась. Ее власть над вами ослабевает. Вы прозреваете, вы начинаете осознавать вашу внутреннюю дисгармонию. А это первый шаг к восстановлению гармонии. Когда собираетесь что-то сказать, говорите себе «Стоп! Я действительно собираюсь сказать то, что думаю и чувствую. Если нет, зачем мне это говорить?» Анализируйте уже сказанные слова, уже совершенные действия. Насколько они отражают вас? Раскрывают они вас или скрывают вашу истинную суть? Если вы хотите спрятаться за словами и поступками, которые не отражают вас, зачем вы это делаете? И что это дает вам в итоге? Осознание себя, своих слов, мыслей, чувств, поступков, их соответствие либо несоответствие друг другу – это и есть инструмент восстановления гармонии. Но не ждите, что она восстановится в один миг. Это работа, которую нужно делать изо дня в день. И помните, что вы любимы. Бог не осуждает вас. Бог просто хочет, чтобы вы были счастливы. А для счастья нужно, чтобы вы были собой, целостным, чистым, живущим в любви и истине Бога. Субтитры создавал DimaTorzok